Произошел такой забавный случай. У нас была, вы знаете, возможно, знаете, не знаете, в Москве раз в год проходит Бавария Сити Рейсинг. Это такое показательное выступление, куда привозят болиды Формулы-1, куда привозят КамАЗы, куда привозят ролистов, ДТМ и все прочее. То есть топовый автоспорт мировой, там многомиллионно-бюджетное мероприятие, оно бесплатное для зрителей, то есть туда приходит, представляете, Кремль, Москва, лето, выходной, перекрывает центр города, люди приходят с пивом, с семками, смотрят, как рядом проносятся на 200 или на 300 формул. Показательное выступление, кусок участка перекрыт. Ну и пригласили, собственно говоря, нас, дрифтеров, чтобы мы там заняли какие-то паузы и типа сказали, парни, вы есть, но вы там гарнир, хлебушек, пшено для этого мероприятия, вы так вот чисто вот где-то там покатайтесь и проваливайте, так условно. Значит, Тимофей Кошарный был, он тогда еще был дрифтером, он был, как говорится, идейным вдохновителем и ответственным за это мероприятие. Наша задача была простая, у нас было два выезда по 15 минут в 12 часов и в 2 часа. Тимофей к нам подошел и говорит, пацаны, короче, вот, значит, там Кремль у нас, да, условно, так вот покажу схематично. Кремль, вдоль него идет набережная, набережная, вот здесь стоят зрители, зрители, камеры, потом такой поворот на охотный ряд и вот еще небольшой кусочек прямой и там финиш. То есть везде-везде стоят зрители, вот наша задача там проехать медленно, покрутить пятачки перед зрителями на первой передаче, проехать опять до камер, опять покрутить пятачки, опять проехать, покрутить пятачки и вернуться в закрытый парк. То есть ничего интересного, ничего крутого, но зрителям так вот носу поковыряться, там, ну, дымок идет, круто. Говорит, самое главное, говорит, никаких вот не сломайтесь, никуда не врежьтесь, масла, чтобы никого, ничего не прольлось. Я говорю, прошу вас, здесь формулы летают, Но если вы типа масло прольете, пацаны, это будет реально, ну, то есть меня четвертуют. Ну, окей, окей, без проблем. Тимофей, значит, становится, ну, у нас было 12 машин, и так как 12 машин на одном пятачке это мало, мы решили разделиться на две группы. Первую машину, первую группу ведет Тимофей Кошарный, затем в удалении там 300 метров еду я со второй группы, он меня назначил, говорит, Никита, ты ответственный самый, давай ты вторую группу веди. Ну, окей, значит, мы выезжаем, я со второй группы, где-то там вижу вдалеке группу Тимона, они крутят пятаки, там уезжают, мы на это место приезжаем, крутим пятаки, все круто, доехали до конца, развернулись, и там на набережной, у нас вот Кремлевская набережная, и вот такой вот поворот по логии, вот такой буквой С, ворота в Кремль прям, Путин, Медведев туда въезжает, то есть там в обычной жизни даже ходить страшно, а тут поворот ходовой, по четвертой передаче, представляете, по четвертой передаче. И можно, типа, ехать, как все, в бетоне огражено, зритель стоит. Ну и Тимон, короче, все думает, вот такие-то покрутили, и на обратном финише, я смотрю, что-то пейскар стоит с мигалками, нас не пускают. Потом раз, медленно поехали, еду, и смотрю, что в отбойнике на набережной, одним колесом оторвавшимся, вот так стоит перед машиной Тимон, пролит антифриз, он, значит, сам не выдержал, и типа решил прописать поворот боком, но на большую скорость не вписался, и врезался в стену. Я ржу просто, еду, у меня слезы текут, смешно, думаю, вот как дебил, можно так вот сказать, не врежьте, и самому врезаться, вот как так можно, ну как, вот не понимаю. Короче, приезжаем в закрытый парк, Тимона на эвакуаторе притаскивают, там без колеса, там диск тормозной, он переодевается в штаны свои, в замечательные шлепки модные, берет там, пиво открывает, уже такой, подходит, все, мне хана, меня убьют, я там сорвал мир. А пока эвакуировали, это, понимаете, задержка тайминга, какие-то запчасти, там формулы ездят, а там пластиковые бомбера от этих вонючих Ниссанов валяются, ну там организаторы в шоке. Он подходит ко мне, до начала нашего мероприятия остается, выезды второго основного остается 15 минут, мы уже потеряли, значит, одного бойца, и Тимон ко мне подходит и становится на колени, вот буквально, в смысле, говорит, Никитос, я тебя умоляю, пожалуйста, моего краша уже достаточно, все, все, мне и так хана, пожалуйста, сейчас основное мероприятие, максимальное количество зрителей, пожалуйста, сейчас на нас будут обращать внимание, потому что мы уже обделались. Пожалуйста, ничего не делай, ну типа, вот за этим нас застал фотограф. Ну, я так молодой, горячий был в то время, сейчас-то, конечно, тоже, но в то время совсем был молод и горячий. И этот, черт возьми, поворот по четвертой передаче, он не давал мне покоя. И выезжаем мы, значит, с ребятами, я стал во главе группы, впереди поискар едет, ГТР с мигалками, он едет 60 кмч, ну реально едет 60 кмч, ну что на 60 кмч, вторая для лохов, что ли? Я как бы беру, отъезжаю в сторону, машу пацанам, типа, проезжайте, проезжайте. Они проезжают, погоняйте меня, я тебе в конце поеду. Они проезжают, ну поискар видишь, что за ним кто-то едет, уезжает, я специально отстаю. Ну, поворот, я, поворот, я, первая, вторая, третья, четвертая, я, поворот, я, поворот, газ, ручник, дым. То есть они до этого проезжали, ну то есть за цепи, медленно этот поворот, зрители там скучали, и тут я с огромным количеством дыма на скорости, на четвертый. Левый угол, правый угол, перекладка, газ в пол, дыма до хрена, все, круто, бомба, адреналин, руки трясутся, прописал, не врезался, ничего не отвалилось, все круто, народ в восторге. Я в восторге, все, думаю, класс, mission complete, все, чик есть, дал угла перед кремлевским въездом, вот это вот уровень. И, значит, смотрю, мои пацаны впереди там стоят вдоль, вдоль отбойников, впереди поискар, я думаю, ну вернусь, сначала строю, я же командир. И думаю, а что я как лох-то вернусь, народ уже много, на красу реально очень много, то есть люди вот просто облепили дома, ну, честно, не дома, вот там склоны такие, прям, ну, тысячи людей. И я решаю вернуться в таком манжо-дрифте, знаете, в майтнинговом скольжении, ну, на второй передаче, такой, лево-право, лево-право, стоят мои пацаны, я лево-право обгоняю их, и тут Феликс Бекерман, который стоял первым, мне потом рассказывал, говорит, а я стою, думаю, что мы как лохи-то стоим, стоим и ждем чего-то, и решает дать пятака. И я-то как бы не ожидал, что Феликс-то это решит, и Феликс не ожидал, что вообще я там просто решу опять возглавить строй. И, значит, я фигачу, уже все, остается Феликс, и тут Феликс, у него Subaru Impreza была там, ну, кастрированная, заднеприводная, раньше. И вот он вот так вот разворачивается, и я понимаю, что, ну, Майкл Джексон, вот и все. That's all. То есть я уже ничего не сделаю. То, что я успеваю сделать, это поставиться к нему правой стороной, ну, типа жопой, и я на скорости кетров 80 врезаюсь ему жопой, ну, то есть вот правое заднее колесо в морду. У него обваливается вся морда, бампера, радиаторы, дым, пар, льется масло, льется антифриз, у меня вот так колесо, то есть это просто трэш, мы просто столкнулись. Лобовое столкновение, ну, реально, лобовое столкновение. Он развернулся, и я на 80. Молчание гробовое, вот просто гробовое молчание, трибун 10. Я там слышу, как сигаретка затягивается, так у людей. Я дверь пытаюсь открыть, она не открывается, ее вмяло вот так, ну, то есть до каркаса она же достала. Я, короче, через окно, а, окно разбилось, я через окно вылазаю, выхожу, Феликс течет просто, ну, там, спасатели там бегут за гнетушителями. Я беру, так подхожу, у меня задний бампер оторван, я так дотрываю его до конца, залезаю на крышу, поднимаю бампер в крышу, к небу, и кричу, такой, ааа, и народ 10 тысяч. Мы ждали, наконец-то, нам так наловили эти формулы скучные, эти КамАЗы дирали, мы проехали, тут просто какие-то дебилы раздолбались, вот это круто. Короче, я там хоть как-то доковылял до закрытого парка, Феликса привозят на эвакуаторе, ну, естественно, там вообще машина, там в салон двигатель заехал, реально сильный удар был. И, значит, Тимон. А он в этот момент смотрел закрытого парка, там такие экраны, чтобы те, кто закрытый парк, механики видели. Он просто вот так растекся по сиденью, его уже просто нет, то есть он, а я как бы, ну, боюсь к нему подойти, ну, то есть, мы оба понимаем, как бы, что произошло, но, ну, это уже произошло. Он просто мне показывает, типа, все, ну, все, ну, хоть ты, блин, поживи, там, да, из серии, меня убьют. Ну, в итоге Тимофею сказали, Тимофей, вы, конечно, типа, доставили нам хлопот своими там разлитыми антифризами, там, где формула ездит, но, вы знаете, зрителям понравилось, конечно, спасибо. Вот такая вот была история, вот часто меня спрашивают, какая забавная история, но вот такая вот забавная история, когда дрифтерам сказали, не разломайте тачки, они два раза их разломали.